Семидесяти выдающимся школьникам, студентам и аспирантам среднеспециальных и высших учебных заведений Казани присуждены именные стипендии мэра Казани. Ильсор Медшин в Казанской Ратуши наградил отличившихся школьников, студентов и аспирантов по итогам 2017 года. Сегодня мы традиционно собрались в преддверии Нового года в этом зале, чтобы наградить самых талантливых, старательных учеников, студентов, аспирантов, отметить ваши самые выдающиеся заслуги и успехи. В науке, искусстве и спорте вы все время покоряете новые рубежи и внушаете нам уверенность в том, что будущее Казани в надежных руках. Благодаря талантливым, трудолюбимым работникам, инженерам, архитекторам, экономистам, ученым, представителям сотен других специальностей наш город растет и развивается. И глядя на вас, я понимаю, что наше будущее в надежных руках и вы станете достойной смены сегодняшним профессионалам. Эль Сурмешин сообщил, что в этом году был побит рекорд по количеству студенческих работ, поданных на соискание стипендии. В конкурсную комиссию было направлено более 200 работ, посвященных развитию городского хозяйства. Проект заключался в геоэкологической оценке Самосыровского полигона и самой свалки Самосырова. Мы как-то делали эту свалку, никак территорию не защитили, соответственно, все, что на этой свалке остается, все металлы, химикаты, они все попадают в почву, в воду, и все это идет дальше, дальше, дальше. И это огромная экологическая проблема, она есть не только у нас, я больше, чем в этом уверена. И, соответственно, наша цель – это мониторинг и найти какие-то способы, как можно с этим бороться. В этот день в числе лучших были студенты и аспиранты Казанского федерального университета, которые доказали то, что именно они достойны столь высокой награды. Мой проект заключался в изучении геноклеточной терапии болезни Альцгеймера. Эту работу я проводила совместно с Казанским государственным медицинским университетом и Казанским федеральным университетом. Этим я проектом занимаюсь довольно давно, еще со второго курса, и до сих пор продолжаю свои исследования. У меня исследуют магнито-разбавленные полупроводники на основе широкозонных полупроводников. Предполагается, что такие материалы будут использоваться в спинтронике, электронике будущего. Данная награда имеет особое значение. Она поможет молодым людям при поступлении в высшие учебные заведения, а также станет хорошим подпорьем при составлении портфолио. Диана Шилова, Леонард Влечяров, Универ Ньюс. 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 Продолжение следует...